Седьмой кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» завершился. По традиции церемония закрытия состоялась у Дворца искусств. Благожданную красную дорожку немногочисленные ивановцы так и не увидели. Ее не было ни на открытии в Плесе, ни на закрытии в Иванове. Рассмотреть артистов многим тоже не удалось. Слишком быстро они проскользнули мимо. А что-то никого не видели. И вообще что-то мероприятие такое, как у нас раньше было, так вроде нормально все было, в этот раз плохо. Организовано как-то все было лучше, чем сейчас. Во-первых, никто даже, мне кажется, и не знал, как следует, со скольки, чего здесь. Кто здесь вот был на площади, вот и подошли. В зале Дворца искусств собрались те, кто в течение шести фестивальных дней ждал раскрытия главной интриги. Кому достанутся заветные статуэтки? Обладателя приза зрительских симпатий озвучили телеведущие Екатерина Андреева и актер Рэй Файнс. Что бы не было в жюри, что бы написали критики, прежде всего он работает, прежде всего, для вас, для наших зрителей. И мы счастливы вместе с замечательным актером, который, кстати, я вам хочу подпись на секрет, будет скоро заниматься в России, в фильме, и говорить на русском языке. Пожалуйста. Пожалуйста. Он очень жесткий язык. Я чувствую, как будто напитаюсь о русских языках. Говорит о русском языке. Сейчас я боюсь. У меня получится, я вам очень рад. В второй раз. Свои голоса зрители отдали ленте Алексея Федорченко. Небесные жены луговых Марии. На самом деле фантастика, потому что в Иваново произошла накладка, и фильм был показан без узкого перевода. То есть зрители смотрели нас, видно, в Иваново в языке. Видимо, фантазии ивановских зрителей настолько прекрасно, что они оцепили нашу картину в низких погонах. Эта же картина получила приз за лучшую операторскую работу. Специальную статуэтку передадут оператору Шандеру Беркеши за съемки фильма «Небесные жены луговых Марии». Главная интрига вечера, какую из работ признают лучшей, сохранялась до конца церемонии. Свои голоса члены жюри единогласно удали китайскому фильму «Яйцо и камень» режиссера Хуань Цзи. Награду вручил председатель конкурсной комиссии Клаус Эдер. Почетное право выступить с заключительным словом было предоставлено президенту кинофестиваля. В отличие от ивановцев, которые остались недовольны тем, что основные мероприятия состоялись в Плесе, Павел Лункин увидел в этом признак развития фестиваля. Мы живем сейчас между Плесом и между городом Иваново. Город Иваново как будто мы обижены за то, что в Плесе основной конкурс стал посещать фильмы, ходить, принимать счастье, активное обсуждение. И нас это очень радует. Это значит, что фестиваль по-настоящему работает. И нам это очень приятно. Президент фестиваля пообещал, что через год «Зеркало» состоится вновь. Мысли о том, какой будет очередная неделя кино на Ивановской земле, зарождаются уже сейчас, когда в памяти еще свежи воспоминания о только что отшумевших фестивальных событиях.